И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, это у нас конечно же Мертвая Луна, последний пятый эпизод, в котором мы прохождение этой игры и завершим. Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вау! Тут как-то все вот как-то вот так, оно какое-то действительно недостроенное. Забираем, патронов немного, воспользуемся автоматом. Какие-то ящики, кабели, гроза, конечно же, куда же без нее. Ладно, спустимся сюда. Вот. Ё-моё! Быстро, пипец! А, блин! Вот тут нужно смотреть в оба, потому что тут очень темно. Тут прям и стены вот эти черные. Ой, что-то там где-то ползают, да? А я иду. Готов. Вот, тут стены черные, тут лабиринты, блин, все недостроено. Выглядит как-то так, я бы сказал, напряжно. Ни фига не видно. Ой. Вау! Ты че там? Бля! А еще кто-то стрелял? Или он был один? Вот про это я и говорю. Тут все везде вообще. Так, патроны. Пора брать ружье, потому что автомат кончается, и нужно спуститься вниз. О, знак какой-то. Блок Б1. Тут есть бронежилет, который нафиг не нужен. Это, ой, какие лабиринты внизу. Ладно. Да, будь ты проклята, молния черта, вот ты меня достала уже пугать, блин. Вроде тишина, тишина. Спокойно все потом. Бабах, блин. Ты как бритвой по яйцам, блин, по нервам бьет. А, это вот так. Сразу двойной лифт. Окей. Все в кровище, блин. Вот это вот, вот это уже третий дум начался, блин, конкретно. Темно, страшно, блин. И вообще. Ну его нафиг. Зря я, может быть, аптечку взял. А, ключ есть. Надо осмотреться хотя бы. Да пошла ты, блядь, молния ебучая, а! И ты пошел тоже. Свинтус пугает там, блин, из-за углов. Ай, блядь. Да. Вот, конечно, хорошо, что это реально не хоррор. В том смысле, что... Тут нет скримеров, блин. Я бы уже все, я бы кончился нафиг. Как летсплеер, блядь, на этой игре. Если будут уже скримеры были. Так, я освещаю. Так, чтобы хоть примерно представлять. Может быть, стены какие-то открываются здесь. Да, блядь! Не, надо отсюда валить. Мои нервы этого не выдержат, этого напряжения. Дикого, лютого. Каждый вот этот... Херак молнии, он, блядь, так по нервам дает этого. Вообще, вы даже не представляете, как стремно. Что, нафиг, валим отсюда. Где автомат? Патронов взяли. Ой. Фух. Уже все. Уже нервы умерли, блядь. Ты уже на молнию так не реагируешь. Прикольно. Вот, мне нравятся даже, как... Вот иногда вот такие игры, которые... Ну, они простые до невозможности. Но вот из-за таких деталей, каждый раз интересных, новых решений каких-то, простейших тоже, оно смотрится необычно. Ты вроде как не ожидаешь от игры чего-то такого. А тут, опа, и лампы эти обалтаются, освещают все... Ну, таким вот светом. То есть, такими тенями. Бля, вот я и говорю, автор красавчик. Так, проломили какой-то проход. Так и хочется двумя руками пушку взять. Ну, это дверь закрыта. Прикольно. Не разорвало его. Песец, вот кабеля торчащие, искрящие. Лампа вот эта. Ну, все же просто. Тихо. Не сметь. Не сметь открывать стены, блядь. Да, можете считать меня очкуном, но поверьте мне. Еще неизвестно, как бы вы в это играли, блядь. Особенно, когда к таким играм не привык. Так, 50 патронов. 50 патронов, это у нас... Ха-ха. Вот это хорошо сейчас шандарахнуло. Сразу все лишнее, минус. Да ты сдохнешь или не сдохнешь, блин. Толстожопой. Вот, кстати, я вспомнил. Они мне очень пинки напомнили из Дума. Такие же розовые придурки. Лапы у них похожи, кстати. Правда... Ой, а мы на улице, типа... Правда, у пинки еще жопа торчала. Голая. Розовая. Сзади, если посмотреть. На всякий случай. Прикольно. То есть, на планете настала ночь. Ну, я даже... Это на Марс похоже вообще. Такое красное. Нормально. Откуда здесь гроза, небо чистое? Ну, вот это вот я не понимаю. Что это было? Звук такой. Как будто что-то открылось, закрылось. Кто? Что? Откуда, блядь? Да, иди ты нахуй, молния, блядь. Я вот этого не понимаю. Иногда вот это вот бух случается. И ты такой, что? Откуда, блядь? Ну, никого же нет. Что? Блядь, ракетница и ракета. Нет. Я ключ не возьму. Я сначала ракетницу возьму. Ну, его нафиг. Вдух, какая-нибудь тварь полезет. Ладно. Возвращаемся. Так, сколько там девять ракет? Один зафлюбнулся. Болин. Тут еще и коридоры, смотрите. Тихо. Что, звуки пара добавил автор? Блядь. Реально уже не знаю, что ожидать от этой игры. Тут звуки пара какие-то. Коридоры уже другой формы совсем. Да. Блядь, как неожиданно-то. Стой-то, блядь. Да, два фонаря что-то уже не особо-то помогают. Я тебе скажу. Э-э-э-э-э. Я сейчас покидаюсь. Бах. Вот там сейчас кому-то жопу разорвало на тысячу кубков. На, блин. Так. Плазменные патроны. Где-то должен быть плазмоган. Недалеко. Так вот, я хотел сказать о том, что тут изменилось строение уровней. То есть стали вот такие косые какие-то стены. Появились лампы вот на стенах. Как-то интересно так развивался явно проект. Ох, как хорошо, когда они рядом с бочками стоят. Это прямо офигенно. Хе-хе-хе. Еще минус один. Есть тут кто? Нет никого. А тут тоже нет никого. Два выстрела. Что-то он слабенький какой-то. Мне казалось, выстрела три нужно сделать. Гранату бы сюда, чтобы туда закинуть. Уходя отсюда. А я, собственно, там потерялся. Контейнер один. Это контейнер? А, наверное, вот тот контейнер. Так, а идти надо сюда, значит, да? Вот я же говорю, сложные уровни стали такие по построению. Более сложные. Лазма. Добавили какие-то переходы. Переезды. Пупер. О-о-о! Можно автоматить. Ну, извините, вы вот бочкой не убрали. И стали жертвами бочек. Кстати, я когда сказал как-то раз, и не один раз уже, что их шагов не слышно, слышно, но они настолько слабые, что можно сказать, что их не слышно нифига. Там, малая аптечка пойдет. Ракеты синий ключ. Синий ключ. Так, это разорванные на куски. Звуки, 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 звуки. Тут все играет роль. Звуки всегда роль играют. Я уже целюсь в эту стену, блин. А, это облако такое летит. Думаю, там еще что-то летает. Вот уж чего мне не хватало летающего всякой херни. Блин, реально, почему классический Дум и Дум-2 не сделать вот так вот? Ну, было бы классно перепройти, елки-палки. Когда неуважение, как бы, величайшей серии такой. Могли бы и сделать, особенно беседка какая-нибудь. Перевести ее в формат VR. Канализация. Вот опять же говорю, тут не знаешь, чего ожидать от автора. Хопа, и канализация тебе, блядь. Никогда ты не видел таких помещений в этой игре. И вот опять. Круче. Спортсмены, бегуны, блин. Звуки канализации. Капанье. Очень круто. Автор заморочился, блин, добавил. Звуки. Реально атмосферу создает. Бульканье, все капанье. Ой, бля. Ладно, будем считать, что это ионная буря. И, бля, ей похуй, где она там наверху, внизу проходит, снаружи, внутри. Типа излучение. Что? Бальту за флаг с их стандарт гейтс? А, так это выход. То есть мы-то ключ взяли. Нам теперь нужно возвращаться обратно. То есть это просто так ответвление выходит было? Или ради ключа? Так как ключей нет, погодите. А, так это все, что ли? То есть, все или я что-то не увидел? Вот ключ отсюда. Вот мы сюда зашли. Похоже, что как будто бы все. Блин, мало, если честно. Эпизод очень интересный. Он получился лучше, чем предыдущий. Ну, выйти сюда нельзя, в эту трубу. Более того, через нее пройти нельзя никуда. Только телепортом. Ну, все, значит, блин, мало. Вот был бы прикол, если это не выход, обратно, а проход дальше. Ну, что ж, пятый эпизод действительно under construction. То есть он еще в разработке. Но, в принципе, из того, что я увидел, мне все понравилось пока что. Тут атмосферы автор прям нагнал под самый конец, по полной. Интересно, но мало. Очень жалко, что мало. Если бы я знал, что он такой короткий, я, может быть, записал бы его в предыдущую серию. Ну, ладно, тогда мы заканчиваем с этой игрой прямо на этом. Я не уверен, что она будет еще развиваться. Ну, как-то так. То есть, простенький такой, но местами добротно сделанный шутер. Ну, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс. Это был Dead Moon Revenge Info Boss. И всем до новых встреч. Всем пока.